Со 2 декабря за каждый календарный день просрочки по уплате налога начисляется пеня. Помимо начисления пени, неуплата в срок грозит должнику еще рядом проблем. Налоговый орган выявив задолженность в соответствии с требованиями ст. 69 НК направляет налогоплательщику, который имеет задолженность в требовании об уплате налога. Если это требование не исполняется, то налоговый орган выражен прибегнуть к такой мере, как направление заявления о взыскании в суд. Только за 11 месяцев 2011 года таких заявлений было передано в суд на сумму 739 миллионов рублей. Это по задолженности за 2019 год. После решения суда задолженность удерживается заработной платы, либо ее взыскивают судебные приставы. За 11 месяцев этого года они возбудили почти 22 тысячи производств на 366 миллионов рублей. Судебные разбирательства грозят тем, что неплательщику придется платить не только сам налог, но и пене, госпошлину за рассмотрение дела в суде и исполнительский сбор 7% от суммы долга. Узнать о своей задолженности или об отсутствии своей задолженности можно в личном кабинете налогоплательщика. После истечения срока уплаты, то есть после 1 декабря, такая возможность появляется на портале госуслуг. Удобнее всего, конечно, воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика, который позволяет не только узнать о своей задолженности, но и оплатить свои налоги и свою задолженность в режиме онлайн. У должника также арестовывают счета в банках, ему нельзя выехать за границу, и он не может совершать никакие сделки с имуществом. Тем, кто допустил задолженность, не следует тянуть с погашением долга. Пока сумма пене невелика, лучше его погасить, не доводя дело до суда.